Здравствуйте! В эфире православная энциклопедия. Наша программа не раз говорила о непростом диалоге церкви и современного искусства. За последние несколько лет мы были свидетелями и скандальных акций, и позитивных примеров, когда актуальные художники в своем творчестве демонстрировали настоящий духовный поиск. Значительным событием стала недавняя выставка «Дары», где в едином пространстве сочетались современные иконы и работы актуальных художников. Нашим гостем будет один из организаторов этой выставки, церковный публицист, ответственный редактор журнала Московской Патриархии Сергей Чепнин. А начнем программу, как обычно, с сюжета. Христианское искусство – это не то искусство, которое оперирует только какими-то значками христианскими, понимаете? Оно по своей сути должно быть христианским. Оно должно быть, вот как бы правильно сказать, таким вот глубинно жизнеутверждающим. Выставка современного христианского искусства «Окна» состоялась два года назад в культурном центре Покровские ворота. Тогда для зрителей неожиданным было то, что ее инициатором и куратором стал священник. Отец Андрей Юревич. Впрочем, это не первый опыт обращения церкви к творчеству современных светских художников. В 2010 году в притворе храма святой великомученицы Татьяны в МГУ прошла выставка «Двоесловие. Диалог». В мире подобное событие не новость, но в России это была первая выставка светского искусства, организованная в православном храме. То, что современное, внелитургическое и при этом христианское по содержанию искусство существует и развивается, сомнений ни у кого не вызывает. Вопрос в том, что именно к нему относить. Речь идет о искусстве, ну как его принято называть, светском, то есть нелитургическом, живопись, скульптура, графика, но тема которого все-таки религиозная. И вот мы как раз занимаемся именно этим сегментом. Размышления о художественном и культурном контексте, в котором развивается современное христианское искусство, продолжили организаторы недавней выставки «Дары» в Музее архитектуры имени Щусева. В пространстве выставки они объединили иконы, традиционные и авторские, макеты храмов, картины, инсталляции, видеоарт. Один из центральных вопросов, который мы ставим своей выставкой – возможен ли диалог церкви и современного искусства. Можно с уверенностью сказать одно, что, конечно, диалог – это лучше, чем молчание, диалог лучше, чем прямая конфронтация. И, собственно, вот это состояние диалога, в котором мы находимся, это естественное состояние для христианина. Существуют вообще разные языки говорения о Боге, о Евангелии, может быть, шокирующие языки. Мы здесь разные, от инсталляции до такой гиперкатолической картины, уже западный стиль. Позже всего, когда остается форма иконная, а содержание уходит, и тогда внешне похожая на икону вещь перестает быть иконой. Она становится просто, как говорят сегодня, симулякром, то есть содержанием, то есть оболочкой без содержания. Как раз мы, наоборот, собрали здесь авторов, которые работают очень по-разному, иногда даже, может быть, на грани вот какого-то такого эксперимента и риска в этом художественном эксперименте, но они не переходят эту грань. Они вот сохраняют эту молитвенность, эту созерцательность, вот эту действительно обращенность к Богу. У российских художников, работающих в христианской теме, по мнению известного живописца Валерия Харитонова, сегодня назрела насущная необходимость в теоретической опоре для их творчества. Здесь, конечно, нужно все-таки обращаться к теоретикам, к богословам. Я, например, могу сказать на примере шестидесятников. В живописи, в искусстве, в изобразительном есть какой-то, вот складывается группа художников. Потом появляется совершенно гениальный искусствовед Сергей Кусков, который разрозненно художников объединяет, дает им концепцию, объединяет их концептуально, возводит их, дает им какое-то такое основание, какой-то базис философский. Там, цитирую Константина, Леонтьева, Бердяева. И тогда сами художники уже идут за ним. Они открывают себя в том, что он увидел дальше них. Как сочетать традиции христианского искусства и мироощущения современного человека? Этот вопрос возник не сегодня. Отцы Седьмого Вселенского Собора, сформулировавшего основы иконопочитания, рассуждали и о светском искусстве. Никто из благомыслящих не будет позорить искусство, если посредством его приготовляется что-нибудь полезное для нужд всей жизни. Нужно только иметь в виду цель и образ, каким совершается произведение искусства. Если оно для благочестия, то оно должно быть принимаемо. Если же для чего-либо позорного, то оно ненавистно и должно быть отвергнуто. Напоминаю, что сегодня мы говорим о церкви и современной культуре. Наш гость – церковный публицист, ответственный редактор журнала Московской Патриархии Сергей Чепнен. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, отец Алексей. 20 век показал, как случился такой разрыв между церковным пониманием искусства и самой культурой. Почему это произошло, как вы думаете? Вы знаете, действительно, о глубочайшем кризисе культуры в начале 20 века говорили очень многие. В частности, Николай Бердяев, который был потрясен первой выставкой Пабло Пикассо в Москве и говорил, что это демоническое искусство. И выражал, в общем, мнение достаточно широкое. Совершенно очевидно, что искусство в 20 веке, получив такую автономию от традиционной культуры, стремилось создать свое сакральное пространство. И часто это было как раз пространство, противоречащее идеям церкви. Безусловно, безусловно, свое сакральное пространство, отдельное от церкви, от христианской культуры пространство. Тем не менее, нельзя говорить, что все современное искусство антицерковно. Здесь вот нельзя разделить все на черное и белое. Ведь если мы посмотрим на современных иконописцев, на старшее поколение современных иконописцев и христианских художников в России, окажется, что многие из них в 70-е, даже в 80-е годы вышли из авангарда. Анатолий Этенейр, например. Андрей Давыдов, например. Андрей Давыдов, Сергей Некрасов. И можно другие имена назвать. Вот это тоже ведь очень интересная тенденция, когда не происходит разрыва с прошлым, но происходит, безусловно, очень глубокое, я бы даже сказал, радикальное осмысление и художественной эстетики, и философии творчества, и происходит возвращение к иконе, но на новом уровне. Это очень интересно. Современное церковное искусство, иконопись, совершенно очевидно для меня, на этой выставке было понятно, использует методы, использует способы, использует приемы актуального искусства, авангардного искусства для выражения сакральности в том числе. Да, безусловно. Вот это потрясающе, на самом деле, удивительно. Многим это, кстати, сказать, у многих даже людей, которые приходят на эту выставку, говорят, вот иконы, их это как-то возмущает, они не могут принять. Как же так, вот сказать, вот почему иконы не такие, как мы привыкли их видеть? Почему образы не такие, вот как мы видим в софринских магазинах, скажем, почему что-то другое? Сразу испуг, сразу какая-то неуверенность, а настоящая ли это икона? Вопрос, на самом деле, закономерный, потому что авторская икона XXI века – это то, что сейчас только формируется. Мы можем показать какие-то тенденции, на выставке мы это делали. И, кстати, нам показалось это важным, и мы хотим эту выставку сделать ежегодно. Будем приглашать новых авторов, и церковных, и не церковных. Но вот эти тенденции, которые как раз необходимо проявить и в современном искусстве, и в церковном искусстве, говорят о том, что язык все-таки меняется. Искусство вплоть до XIX века было во многом статичным. Сейчас оно динамичное. Мы не строим дворцы, мы не строим деревенские дома, у нас уже коттеджи, коттеджные поселки или дачи. И мы, в общем, пока не очень понимаем, собственно, что такое современный храм. Ну, вообще храмы помещены в совершенно иной контексте. Вот я все время на Белорусское проезжаю, вот это с одной стороны вокзал, с другой стороны черные огромные эти самые блестящие дома, и церковь беленькая среди них прячется. Насколько действительно разрушенных вот этих городских панорам. Вот это целостное пространство города, ну, если угодно, средневекового города, или даже города нового времени, нам сейчас почти в России недоступны. Все наши города разрушены и вот этим советским генпланом как бы изуродованы, как бы так сказать так, что мы не вернемся в какое-то такое органическое, гармоничное состояние. Редко кто из многоликой массы пассажиров московского метро, подняв глаза на станции Комсомольская, разглядит в мозаичном панно Александр Невский на огромном полотнище Великокняжеского стяга черты шедевра древней новгородской иконописи Спаса Нередицкого. А ведь именно этот образ запечатлел в мозаике советской поры ее автор Павел Дмитриевич Корин. Тогда, в 1955-м, советские идеологи запретили изображать лик Христа целиком и порекомендовали его скрыть хотя бы наполовину. Так, под их давлением, художник вынужден был свернуть стяг над святым князем Александром Невским. Жизнь и творчество выдающегося художника советского времени Павла Дмитриевича Корина полны трагических парадоксов. Потомственный палихский иконописец, ученик и друг Михаила Нестерова, он вынужден был встать под знамены соцреализма, как того требовало время, для того, чтобы остаться в профессии. Но все же главным делом его жизни стал работа над картиной «Реквием» или «Русь уходящая», как назвал ее «Горький». В конце 2013 года Третьяковская галерея после реставрационных работ представила зрителям портреты, этюды и эскизы к так и не завершенной художникам картине. Замысел ее возник у Корина еще в 1925-м, когда в Донском монастыре на отпевание патриарха Тихона собрались церковные архипастыри, священники, монахи, миряне, люди, верные гонимой церкви. А с годами идея «Реквиема» изменилась. Первоначальный вариант «Уход подвижников» в окончательной версии преобразился в свидетельство духовной мощи церкви. На этой выставке вы видите 29 произведений Павла Дмитриевича Корина. До того, как они попали сюда, на эту выставку, они хранились в доме-квартире Корина на Пироговской. Сейчас этот дом-квартира, можно сказать, уже сейчас даже музей, он находится на капитальной реставрации. О Павле Корине и его картине в Москве ходили легенды. В его мастерской нередко бывали коллеги-живописцы и искусствоведы. То, что художник пишет портреты православных, и думает посвятить им огромную картину, казалось невероятным. Так «Реквием» превратился в заметное явление неофициальной художественной жизни Москвы. На протяжении десятилетий до самой смерти художника в его мастерской стояли эти портреты и огромный загрунтованный холст, которого так и не коснулась рука мастера. Все вот эти 29 произведений, они были предназначены для перемещения, естественно, на вот этот огромный холст, да, на эту большую картину, которую задумывалось Павлом Кориным. Холст, он больше на полквадратных метра, чем известный ивановский холст «Явление Христа народу». Реставрируя эти вещи, невольно соприкасаешься с историей, потому что эти люди реальны. К моменту написания этих портретов, они уже какие-то были… Кто-то был репрессирован, кто-то прошел уже через ссылки и тюрьмы. Павел Корин не написал своего реквиема. Один из самых грандиозных и загадочных художественных замыслов 20 века так и остался нереализованным. Впрочем, официально признанное творчество Корина стало знаковым для советского искусства. За оформление станции метро «Комсомольская» он получил Ленинскую премию. Вот в моем представлении сегодняшнее современное искусство свидетель разобщенности с Богом, с церковью, со смыслами, с культурой и так далее. А для вас? Да, абсолютно согласен, потому что главное в современном искусстве – это самовыражение. Вот как ни крути. Мне приходилось на выставке «Дары» вводить экскурсии прихожан московских храмов. И видно было, с каким интересом они относятся к иконе, к резьбе по камню, к архитектуре. И, в общем, как им сложно воспринять, собственно, инсталляции, видео-арт, прочие объекты современного искусства. Почему? Потому что, собственно, икона, она очевидна. Церковное искусство, оно требует подготовки, безусловно, как бы имеет свой язык. Но этот язык достаточно общий. Вот в пространстве христианской культуры он в целом понятен. Не так много нужно объяснять. А вот когда мы говорим о произведениях современного искусства, в отрыве от профессиональной интерпретации, какого-нибудь арт-критика или самого художника, эти объекты не существуют. Они сами в себе. Они являются, в полном смысле этого слова, авторскими. Современное искусство эксплуатирует очень часто один конкретный ход, часто достаточно формальный. И вот здесь, конечно, видно, что современное искусство церковному искусству проигрывает. Языком современного искусства часто, очень часто является церковный символ. Причем в перевернутом значении, в оторванном значении. Вот насколько вот правомочен вообще, в принципе, вот этот символ церкви, символ религиозных таких вот представлений, в языке актуального современного искусства не является ли он сам по себе уже кощунным, помещенный в другой контекст? Это вот, пожалуй, один из самых серьезных вопросов, которые требуют богословского осмысления. И, собственно, вот то, что проблемы богословия образа, иконопочитания были осмыслены, а для некоторых даже полностью решены тысячу лет назад, и потом до начала XX века, то есть практически тысячу лет церковь к этим вопросам всерьез не возвращалась, собственно, и создает много проблем в пространстве современной культуры. Нам необходимо осмысление того, что такое религиозные символы в пространстве нашей церковной культуры и вне этого пространства. Ведь совершенно очевидно, что использование образов и символов различных эпох, различных традиций – это то, на чем сегодня, ну, порой даже паразитирует современное искусство. И вот эта деконструкция, а с точки зрения церковной, как бы это даже десакрализация определенных образов – это гигантская проблема. А художники интуитивно чувствуют, что вот эта энергия разрушения – это и есть, в общем, та энергия, на которой очень многое можно построить, с их точки зрения. Это ведь очень эффектно. Энергия распада, огромная энергия. Строить на разрушение, собственно, десакрализация, и вот кощунство, да, отсюда же выходит. В том числе десакрализация самого пространства церкви. Акционизм зашел уже, подобрался к алтарям к нашим. Безусловно. Это художественная стратегия актуального искусства. Деконструкция и десакрализация. С христианской точки зрения. А с их точки зрения построение своего пространства, естественно, за счет и в ущерб другим. Но тогда вообще возможен ли диалог между, скажем, церковью, церковным искусством и вот таким образом мышления, таким языком в современном актуальном искусстве? Диалог церкви и современного искусства, на мой взгляд, вопрос открытый. Ну, знаете, церковь проповедует, как бы, сеятель вышел сеять, да, что-то упадет на камень. Мы не можем не находиться в диалоге. Если мы видим, что другая сторона к этому диалогу, ну, если не готова, то, по крайней мере, пробует со своей стороны его вести, мы должны на этот диалог ответить. Получится он или не получится, ну, вот, будем смотреть. Ну, все-таки, с вашей точки зрения, во все времена церковь была определенным заказчиком у искусства. Мы возьмем там Западную Европу и великие произведения, невеликих художников и скульпторов, они, собственно говоря, потому и существуют, что церковь была заказчиком искусства. Сегодня церковь, в том числе, скажем, в архитектуре, может выступить настоящим заказчиком того, что станет произведением искусства. Либо это все-таки модульные вещи, которые нужны нам, вот, как пятиэтажки, поскорее, поскорее, да побыстрее, побыстрее. Это большая проблема. Я здесь вот с какой-то скорбью должен сказать, что я пока не вижу перехода. Вот мы находились в количественном этапе. Важно было построить много храмов. И в такой ситуации, конечно, произведение искусства, красоту создать невозможно. Я очень надеюсь, что мы в какой-то момент перейдем с этапа количественного в качественный, когда главным, собственно, будет то, что вдохновляло всех наших предшественников, показать красоту и гармонию небесного мира, явленную здесь, вот, в камне, в металле, в тех формах и материалах, которые, вот, более-менее, даже, наверное, привычны нашему взгляду сегодняшнему. Конец XIX – начало XX веков в русском искусстве. Это время пристального интереса к забытой старине и к древнерусской религиозной художественной традиции. Именно на этой почве в живописи возникает новое направление, родоначальником которого стал Виктор Васильевич Воснецов. Росписи и мозаики Воснецова украшают храм Иоанна Предтечи на Пресне. В то время, когда жил Воснецов, религиозные мотивы были свойственны многим творческим натурам. Свойство художественного выражения таково, что рано или поздно художник старается донести до человека и не только какие-то мирские мотивы, но и мотивы горние, безусловно, небесные. И достаточно пройтись по Третьяковской галереи, чтобы понять, что все равно умы лучших художников, лучших мастеров были заняты и обращены все-таки к горнему, а не к дольнему, к небесному, а не к земному. На евангельские темы, как и многие мастера того времени, размышляет в своем творчестве Василий Дмитриевич Поленов. В течение 40 лет он работает над циклом картин из жизни Христа. Изучает не только священное писание, но и работы христианских историков и философов, много путешествует по Святой Земле. Результатом стали 70 произведений, изображающих жизнь Спасителя от Рождества до Воскресения. К религиозным сюжетам обращается и его младший коллега по цеху, Михаил Васильевич Нестеров. Но если Поленов писал Христа как историческую личность, то предмет размышлений Нестерова – это путь человека к Христу, путь святости. Одна из самых известных его работ, открывшая цикл картин, посвященных преподобному Сергию Радонежскому, – «Видение отроку Варфоломея». Один из критиков говорил, что весь пейзаж Нестеровских работ молится. Понимаете, такое чувство, как будто весь пейзаж, вся вот эта атмосфера, она находится в молитвенном состоянии. Бенуа, критически настроен к религиозным сюжетам, тем не менее писал о том, что от работ Нестерова исходит вот этот чарующий мистический дух. В своей неопубликованной статье о религиозном в искусстве Нестеров размышляет о светской живописи с христианским содержанием. Он пишет о том, что не только иконы должны производить такое впечатление, вот это вот чувство молитвенного, но и некоторая живопись, допустим, он к этой живописи религиозной относит картину Сурикова «Меньшиков и березовый», потому что он пишет о том, что она как раз показывает, как человек в страданиях обретает духовный рай. Понимаете, как душа очищается, и он становится человеком, и в нем, наконец, появляется вот это человеческое, духовное или душевное начало. Осмысление наследия русского Средневековья современным человеком на рубеже XIX-XX веков сформировало новый художественный стиль – русский модерн. Искусство модерна, то, что на Западе принято называть словом «арнуво», на Западе воспринималось всегда как язык совершенно чужой для церкви, абсолютно враждебный. Арнуво, декаданс, эротика в линии и так далее, то подобное, не может быть языком церкви. И вдруг этот язык стал основным стилем искусства для России. Ну, например, там, Щусев, который строит храмы в Арнуво, Воснецов, Нестеров, которые пишут иконы, Врубель, расписывающий Кирилловскую церковь в Киеве, так что, в общем, на самом деле был абсолютно такой прорыв нового искусства. Вот интересно, сегодня наши художники, скажем, ну, или даже архитекторы, способны вот так вот прорваться вперед, как это сделали художники начала XX века в России? Знаете, я думаю, что там было два очень важных условия. Во-первых, был единый контекст европейско-христианской культуры. Сохранившись тогда еще. Да, и очень плотное взаимодействие между Россией и Европой. И, во-вторых, была такая продолжающаяся непрерванная традиция. И вот академизм, реалистическая живопись, к концу XIX века себя исчерпала. Нужно было сделать новый шаг. И вот этот органичный переход, то есть это, безусловно, там, безусловно, был рубеж, безусловно, был переход. Но, тем не менее, вот была такая органическая преемственность. Сейчас говорить о том, что мы находимся в каком-то подобном состоянии, уже мы говорим не о какой-то единой европейской культуре, как бы, а вот, по крайней мере, когда мы говорим о христианской культуре, это очень сегментировано. Хотя вполне может быть, что какие-то элементы можно было бы взять и в западной архитектуре. Почему бы и нет? Мы же копируем, так сказать, образцы в гражданском строительстве. И сказать, что в гражданском мы копируем, а в церковном нет, ну, наверное, как-то странно. Да, по сути дела, и невозможно. Что касается... Вот... Это что касается стиля. Да, что касается прорыва, мы все-таки должны осознать сначала, что нам копирования недостаточно, подражания недостаточно. Это очень сложный процесс. Он связан с сознанием, с церковным, с мировоззрением, с эстетикой, в конце концов, которая сейчас тоже находится в упадке. Вот... Но ситуация набухает. И вот от того, насколько серьезно мы будем заниматься этими вопросами и практически, и богословски, зависит, сможем ли мы вот к этому рубежу подойти, будет ли у нас силы как бы вот через что-то перешагнуть. Оставаясь традиционными, понимая предназначение храма и задачи церковного искусства, тем не менее, новый язык, новую стилистику постепенно вводить. Спасибо большое, Сергей, за то, что вы нашли время и пришли к нам на программу. Спасибо. Наша передача подошла к концу. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok